Оренбургские перевозчики предупредили главу о возможном повышении тарифа в автобусах. В свободном доступе появилось письмо Ассоциации пассажирских перевозчиков Владимиру Ильиных. В нем идет речь о тарифах, которые должны быть в Оренбургских автобусах. Директор Максим Фазурин указывает, что при всех подсчетах затрат при работе кондуктора в автобусе тариф достигает 57 рублей. Без кондуктора – 47 рублей. Минимально необходимый тариф по оценке Санкт-Петербургской компании – 38 рублей. Далее указано, что многие перевозчики уже намерены поднимать тариф, чтобы сохранить качество работы. Предполагаемый тариф – 30-31 рубль. В телефонном разговоре Максим Фазурин рассказал, что этим письмом хотели уведомить главу города о ситуации с перевозками, потому что наличный прием не попали. Письмо было написано для того, чтобы глава понимала, как дела стоят на самом деле. У меня только вопрос, как оно, а где оно появилось. То есть я понимаю, что он в открытом доступе где-то оказался. Но это вот к вопросу о том, как работает наш администрат. Писали письмо ему еще до того с просьбой встретиться с нами. Был ответ, что все хорошо, но приходите на прием граждан. То есть по факту с нами встречаться глава отказался. В администрации Оренбурга сообщили, что сейчас выясняют, каким образом рабочее письмо попало в социальные сети. Пока нет ясности, состоится ли встреча главы и перевозчиков. Информацию уточняет. Не исключено, что попадание в сеть этого документа было намеренным, чтобы вызвать общественный резонанс. На эту тему горожане всегда реагируют остро. Но есть версия, что это было сделано для того, чтобы заранее подготовить общественность к дополнительным тратам за проезд. Мы спросили Оренбуржцев, сколько на их взгляд должна стоить одна поездка в автобусе. Ну, если так посмотреть, я думаю, около 20 рублей это будет адекватная цена. А 30, конечно, будет дорого для среднего гражданина. Это дорого, когда безработица, это дорого. Я считаю, что 15 рублей. Пятнашечка. Пусть будет. Так, не туда, не туда. Мне кажется, это реально. Не дороже 25 рублей. Это уже много. 30 рублей. Уже будет по карману бить. То вроде 50 рублей в две стороны можно проехать, а это уже будет по карману бить. Ну, сейчас стоит вот он 22-24 рубля. Может быть, так и оставить, но не больше. Ну, пусть уж остается, как есть. Конечно, поднимать уже не стоит. Куда? 25. Не больше. Не больше. Адвокаты президента Федерации ММА по Оренбургской области намерены обжаловать решение Ленинского суда, который избрал Виктору Фролову меру пресечения в виде ареста. В среду вечером состояло судебное заседание. Следствие ходатайствовало, чтобы Виктора Фролова, которого обвиняют в краже нефтепродуктов, отправили в следственный изолятор. Процесс проходил в закрытом режиме. В итоге суд принял решение арестовать Фролова и отправить его в СИДО. Виктор Фролов является президентом Федерации ММА Оренбуржья с 2012 года. Кроме того, он учредитель компании Цербер и СтройАльянс. В одной из школ Оренбурга протекает крыша. Неблагополучная обстановка в школе номер 67 Оренбурга. Видео с ведрами и тряпками в холле на одном из этажей появилось в социальных сетях. Голос за кадром рассказывает, что не был в школе несколько десятков лет и сейчас видит учебное заведение в удручающем состоянии. Управление образования города подтвердили, что проблема в этой школе есть. Правда, видео было снято в начале февраля на день встречи выпускников. Тогда сильно таял снег, крыша была не очищена. Сейчас обстановка лучше. По словам начальника управления Ларисы Бебешко, сейчас снега на крыше нет и капель прекратилась. Но уже запланирована достаточно солидная сумма. Готовится проектная сметная документация. Кровля будет отремонтирована. Работы начнут летом, когда дети будут на каникулах и погода будет благоприятной. Избиркомы готовы работать круглосуточно на голосовании за правки в Конституцию. Соответствующая идея появилась в курганских политических кругах. Не исключает новшеств и в Оренбужье. Мобильные пункты голосования планируют поставить на крупных предприятиях. Принять участие в голосовании должно не менее 60% избирателей. Такую задачу поставили к Курганскому региону. В противном случае спросят с губернатора Вадима Шумакова, сообщает СМИ Курганской области. В Москве обсуждают возможность растянуть голосование на несколько дней для того, чтобы работающие по сменам смогли это сделать до или после своей трудовой деятельности. Предложения могут быть любые, однако официального старта пока нет. Президент не определил процедуру и порядок проведения голосования 22 апреля, заявил председатель избирательной комиссии Оренбургской области. Тем не менее, Александр Нальвадов не исключил того, что региональным избиркомам дадут большие полномочия по организации голосования, в том числе и по созданию временных избирательных участков на непрерывных производствах и по времени работы избирательных комиссий. Привычки избиратели лучше знают на местах, резюмировал глава Оренбургского областного избиркома. Больничный и декретный отпуск оплатят по-новому. Деньги работнику напрямую заплатит фонд социального страхования, а не предприятие. Минтруд России разрабатывает законопроект, который полностью изменит систему получения всех страховых взносов и выплат от ФСС. В Госдуму законопроекты внесут в декабре, но парламентские фракции уже поддержали реформу Минтруда. Эксперимент прямых выплат из фонда соцстраха проводится в 69 российских регионах. С 1 января этого года в нем принял участие Оренбуржье. Работодатель лишь представляет фонд сведений в электронном виде, а тут в течение 10 дней выплачивает заявителям на банковские карты либо почтовым переводам полагающуюся сумму. Только в январе в фонд соцстрах Оренбургской области поступило 19 тысяч прямых обращений на 213 миллионов рублей. Большая часть суммы пошла на оплату больничных листов – почти 137 миллионов рублей. 75 миллионов рублей было выплачено на пособие по материнству и детству. Сколько мужчин готовы потратить на подарки женщинам? Актуальная сторона предстоящего праздника 8 марта. В своих комментариях женщины высказывали, что не хотят носки, тапочки и сковородки и, видимо, ожидают более ценных подарков. По данным всероссийских исследований, мужчины готовы потратить на подарки от 1 до 10 тысяч рублей, 18% опрошенных потратят до 1000 рублей, 35% респондентов от 1 тысячи до 3. 24% планируют потратить от 5 до 10 тысяч и 11% раскошелятся от 5 тысяч до 10. В преддверии главного женского праздника мы решили выяснить, на какую сумму мужчины способны потратиться ради подарка в Оренбурге. Захожу, если понравилось, беру. Независимо от цены. В нынешней ситуации от 1000 до 1500. Ну, тысяч, наверное, 5-7. Максимум 5-7. Около 1000 рублей на каждого человека. Примерно. Ну, около 5-7 тысяч. Ну, 10-15 тысяч. Не знаю, ну, тысяч, 20, может быть, ну. Не знаю, может, тысяч. 10? Это все о новостях и выпуске. Еще больше о событиях, комментарии и мнения вы можете найти на нашем портале oringrad.ru. Заходите, смотрите сюжеты, читайте статьи и оставляйте свои комментарии. Нам интересно ваше мнение. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok